Мы свидетельствуем о Боге, о вечности, как надо жить, как душу спасать. Библия, что ли? Да, это святая Библия, закон Божий данный нам. Как надо жить? Давай. О Боге, о душе, о вечности, о будущих судьбах государства и мира, и о своей душе. Как все странно. А что странного-то? Мы же все смертные, надо думать об этом. Где мы будем в вечности, в раю или в аду? Два места другого. А? Ну, мошад существует с раем. А как? Люди так и говорят, говорят, тут такая температура, как в аду. А поговорка, говорят, рад бы в рай, да грехи не пускают. Ну да, есть такое. Ну вот, мы пришли рассказать о самой великой радости, какая может быть на земле. Что люди смертные, и от смерти Христос избавляет. Он умер за грехи людей. Православный проповедник, мы пришли сюда со Словом Божиим, чтобы людям возвестить великую радость, что Иисус умер за грехи людей и воскрес. И какой бы ни был человек, может попросить прощения и получит, чтобы быть в раю, а не в аду. Слава Столу. Так, вы что-то перебили, хотели более важное сказать? Да, мне задали по философии написать сочинение про христианство. Я не знаю, что писать. Вы что, в церковь не ходите совсем? Нет. Мы ходим до церкви. Ну, а вы знаете, что умрете? Мы все умираем. Ну, и потом, когда человек умирает, что там ждет его? Рай. Рай. С мужиками, с голыми, с наркоманами, да? Почему нет? Нет, конечно. Потому что Бог будет судить мир, как написано в 12 глава 48 стихе Евангелия Тиана. Иисус говорит, я не сужу вас. Слово, которое я говорю, оно будет судить вас. Значит, его надо знать. Мы вообще не христиане, понимаешь, да? Мы вообще другие люди. Другие люди. У нас другая религия. Вы хотите больше узнать? У меня здесь большой видеоканал, можете посмотреть. Называется «Во свете Библии». Самый большой в интернете канал. 20 800 роликов наших. А вы сектант? Нет. Сектанты, во-первых, рукой не крестятся. Вы показали свое невежество. Мы крестимся. Сектанты без бороды, я с бородой. Значит, уже никак я не сектант. Я православный. Просто ютубер. А то любой это узнает. Вот мы строим православную деревню с нуля. Она одна на всю страну. Где нельзя лгать, пить, курить, материться, воровать. Ни одного аборта, ни одного развода. А как же молодость? А? А как же молодость? Что? Непонятно, что ты... Ну как же молодость там? Ну как молодость? У нас же женятся, свадьбы играют. То есть венчаются люди. А свадьбу же все пьют. А у нас все в интернете выставлено. Вы никогда не видели таких красивых юношей и таких красивых девушек? Как они одеты у нас? Без платка ни одной нету. Платье до полу. И вот... Вы просто увидите, когда... Вот я начальник... Я был начальником, создателем детского лагеря, 48 лет. Вы откуда? С кухни. Вон там видно ее. Не-не. А это город. Откуда это означает откуда? От пункта А до пункта Б. Вы вопросы все задаете неправильно. Спросите, где я нахожусь. Я скажу, Алтайский край, город Барнаул, Лапкин и Игнатий Тихонович. Мне 81-й год. Довольны? Угу. А что вы лежите? Вы слышали про Фрею? Она там родила внука для Шукшиных. А кто такая? Ну, это... Мария Шукшина, они знают, что ли, актрисы? Не знаю. Ну, что она родила? Что особенного-то? Ну, Фрея родила им внука. Она же ваша барнаульская. У нас Клавдия Устюжанина воскресла. Вот это и есть. Она три дня в морге была и воскресла. Ого. Да, и она рассказывает, что она видела. Я с ней два раза встречался. Да, и что она видела? Она видела, что ей Господь показал Божью Матерь. Она показана, был ей ад, как люди в огне горят. Разные блудники, развратники, сквернословы, лихаимцы, корыстолюбцы. Коррупционные. Сколько вы уже видео снимаете? У нас везде все снимается. Тем более, мне пришло письмо вчера из краевой администрации. Можно вопрос? А вот вы прямо никогда в жизни не матерились там, не ругались, не пили, не курили, да? Нет, я за всю жизнь, вот мне 81-й год, ни одного матерка не сказал. А зачем? Зачем мне? Вот здесь все пьют воду. А вот здесь тоже так же? Вы перебиваете на полусловие, вы никогда ничего не узнаете так. Я начинаю говорить, вы тут же раз... Вы просто много-много рассказываете там, и я путаю их, мы просто это... Ну, я один вопрос задал, и я его должен ответить. Вы согласитесь, что задавать вопросы легче, чем отвечать? Ну, конечно. Одно поле... Это нет. Поле, которое пройти по нему... По полю пройти просто ногами пробежать, или его вспахать, засеять, собрать урожай, что дороже? Вот мы вам и говорим, семя Божие, как человек должен жить, любить Христа, который умер за грехи наши, и воскрес для нашего оправдания. А тут... Где работаете? В 81-й год, где я могу работать? Сами скажите мне, чтобы я знал, куда пойти. Ну, работали. Я работаю в интернете, для слова Божия. Снег кидаю, выхожу. У меня две голубятни. Кормлю почти 100 воробьев, 45 голубей, которые на улице есть. Ну, ладно, мы пока. До свидания. До свидания? А вы зайдите на наш YouTube-канал, он называется «Во свете Библии». Вы там увидите... Всё, да. «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. Пожалуйста. С Богом. Услышать что-то о Боге, о вечности, что Иисус умер за наши грехи, воскрес, что для этого оставлена нам книга жизни. Я могу ответить на... Спасибо, мы это всё знаем. Вы знаете всё, да. Тогда маленький вопрос. Если всё знаете, скажите, вот в этом переплёте в книге сколько книг? Ну, это мы не знаем. Ну, и знают. Это самое первое. 77. А сколько в Новом Завете? А? А? Чего? Я думал, вы хотите узнать больше? Главная мысль всей Библии о том, что Иисус Христос, второе лицо Троицы, сошёл на землю, родился от Девы Марии, и в 33 года был распят на кресте прибитый. Он умер за нас, и грехи не сам за себя. И теперь, когда мы просим прощения, он дарует прощение. Вы можете начать сегодня новой жизнью жить во Христе. Спасибо. Христианин, православный проповедник. Если вы будете беседовать, просьба большая, не ругаться, не материться. Ну, мы так не можем. Вы будете ругаться, да? Не мы такие, жизнь такая. Да это не жизнь, сатана такая. Сатане души предали, губят сами себя. За каждое слово перед Богом отвечать придётся. Разве это можно так? А молодёжь учится у нас. Мне 81-й год, я ещё ни одного матерка не сказал. Как так? Молодец. Да я не просто так, а работал с людьми, совершившими преступления, и сам прошёл за слово Божие пять тюрем. И нигде ни одного слова плохого не сказал. А теперь реабилитирован. Потому что нас арестовали верующие в прошлые годы. Говорили, вы научите материться. Никак. Жить, чтобы вы в Бога верите. Жить, чтобы вы в Бога верите. Только не ругайся. Я, да. Чтобы не ругать. Я не в Библию верю. А не в Библию веришь, так что ж ты можешь верить-то? Слово Божие отвергнуть, а жить на человеческих вымыслах. Что-что? Если Библию отвергаете, место пустым не будет. Значит, будете верить лжи всякой. Я не верить лжи всякой. Думаешь? Не ругаться, чтоб только. Смотрите, я предупредил вас. Смотрите, я предупредил вас. Давай ты за себя будешь разговаривать. А, за себя. Я сам знаю, за кого я. А ты сам, наверное, знаешь даже. Ну, как это разговаривать, вот как будто бы какие-то ненормальные, как обкуренные. Чего вы такие мужики? Даже поговорить не с кем. Ну, я обкуренный просто. А что ты, зачем это делаешь? Тебе жить да жить. Здоровый молодой человек. Здоровый молодой человек. Зачем вы эту пакость берете-то? Вы дольше 36 лет едва заживаете. Ну, я не знаю, короче. Вы не мусульманин? Вы не мусульманин? Мусульманин. Мусульманин. Так а мусульмане, что, разве это не люди? Это люди. У них другая книга есть. У них другая книга есть. Коран? А на русском? На русском. На русском. Серьезно? Серьезно очень даже. Серьезно очень даже. А во что ты веришь? Я во что верю? Я верю в всемогущего единого Бога. В Иисуса Христа. Спасителя, который умер за меня. Второе лицо Троицы. Я вот, если у вас есть кто-то из мусульман, который знает книгу, вот эту, позовите, я поговорю с ним по этой книге. Я поговорю с ним по этой книге. Вопросы задам ему. Ну, давай поговори, например, со мной поговори. Ну, давайте. Я знаю, вижу, что вы не ответите. Сура, пятая. Сорок седьмой, шестьдесят шестой аяты. О чем говорят? Не понял. Эта книга разбита на суры, как главы. Сура. А суры разбиты на аяты. А суры разбиты на аяты. Даже не знаешь, и солгал по этому. Никакой ты не мусульманин. Так просто, прощалыга какой-то. Прощалыга как-то. Я вижу, ты много читаешь, да? Я читаю, знаю. У меня много близких людей. Да. Такая книга у вас в доме есть? Да, конечно. А как же? А покажите. А его я нету. Покажите, только не ругай. Ну, сейчас как? Я просто сейчас не прямо в доме нахожусь. Я нахожусь в своей бане, кредбанике. Здесь нету. Обычно говорят так. В Библии есть? Не знаю, блин. Подожди, а у меня в бане нету, честно. А в доме, вот в своей комнате, в спальне, где я сплю, у меня стоит на углу уголок, там иконы, там вот Библия. Так, тогда если вы это знаете, а то обычно так говорят. Библия у бабушки за стеной, а бабушка спит. Не хочу будить. У всех одинаково. Нет, у меня совершенно не так. Просто, ну, мне сейчас... А вот я сейчас проверю. Скажите, сколько книг в этом переплете, вот в одной книге? Сколько? Честно, не знаю наизусть. Ну, я вам скажу, запомните. Семьдесят... Семьдесят семь. Семьдесят семь. Я буду знать. В Ветхом Завете пятьдесятый, в Новом двадцать семь. Буду знать. Если у вас есть желание поговорить, вы можете задать вопросы. Я ведь начинаю, я просто, вот видите, начинаю еще, вот я начинаю отращивать бороду, начинаю. Ну, как бы... Я очень сильно верующий человек. Вы сильно верующий, а в церковь ходите? Конечно, каждое воскресенье. Так, вы ходите в воскресенье. Вот сейчас был рождественский пост. Вы его исполняли? Естественно. Ну, расскажите, когда вам, в какое время, сколько дней? Нет, да, я ему задам. Мы пришли возвестить великую радость людям. Понял, понял, понял. Это Библия, да? Да, конечно. А ты наизусть знаешь? Знаю. Ты Библию наизусть знаешь? Не наизусть, но знаю. Ты где там сидишь? В библиотеке, что ли? Дома, дома. У вас не видно до носа. Опустите голову пониже, чтобы видно глаза было. Вот так, во. Нормально, да, надо перейдем. Если у вас есть вопросы о душе, о вечности, о будущем, можете задать вопросы, какие есть, может быть, в духовном плане. В духовном? Сейчас сообразую что-нибудь. Ты веришь в Бога? Я верю в Бога. Объясни мне, кто такой Бог. Бог – это Бог, как объяснять. Ну, как понять? Ну, хорошо, хорошо. Я буду по порядку спрашивать у вас. Что такое человек? Еще человек. Стадное животное по Карлу Марксу. Бог вечный, безначальный, бесконечный, любящий. Сотворил мир, все видимое и невидимое. И невидимое. Миллиарды световых лет луч летит, и там везде Бог. Везде Бог. То есть, ты в свои… сколько тебе лет? В 81-й год. В 81-й год тебе, да? Ты в свои 81-й год веришь в того, кого нет. А куда он делся-то? Утро молились, только был, а сейчас нет. Куда же он делся-то? То есть, исходя из Библии, это Богом называют Иисуса, так? Я вас прошу только, я просил, чтобы вас видно было. Одни губы шевелятся, ничего не видно. С кем разговаривать-то? У вас, мужики, лица такие, как будто спохмелили, обкуренные. Нет, мы не пьем. Ну, не пьем, а что тогда? Такую глупость гоните. Такой встречи у вас может никогда не быть. У меня большие ресурсы, я могу сказать. Здесь в Ютубе канал есть, равных которому нету. 20 800 роликов только. 45 миллионов просмотров. Ну, понятно.